Еще такой тактический момент. Воевать пока идет информационная война, возможно только в городах, где свет, компьютер, интернет и так далее. Но семью невозможно в этих условиях держать, потому что фон электромагнитный 60 тысяч раз больше природного, вода ядовитая, так вот ее можно возить, я вожу в принципе, у меня полгода семья то в городе живет, то вывожу их там в село, но получается я здесь, они там. Во-первых, семья разъединена, это такое дело, там же их тоже защищать надо, там местные люди не очень добрые, полбанки возьмут, так-то более-менее соседи нормальные, но вот как быть в такой ситуации. И никого в единомышленников почти нет. Нет возможности. Получается, что и там не тыл, и там линия обороны, и тут линия обороны. Значит, пока жену не обучишь там, как защититься самому, не имеешь право их бросить. Так сделал минные поля кругом, дал ей оружие. Это же сколько там нормальное село обыкновенное, коровы ходят еще подорвутся. Так, чтобы коровы не подрывались, да. Сосед сидит. Запах алкоголя. Да ты знаешь, если ты своей жене помповушку оставишь, или лучше пусть она в охот сойдет, вступит, и своя помповушка будет, чтобы менты не пристали. И все, и нет проблем. Кто полезет к бабе, если она с помповушкой там. Ну я там акции устрашения периодически устраиваю, все, все, знаешь. Поэтому на Новый Год всегда стреляли, хануку отмечали. Ребята, помните. Хануку теперь для иначе праздник, да? Это в казачестве, да. Конец хануке. Мы залпами сооружаем. Ребята, вы помните. А потом на следующем утро там постреленные крыши, у кого-нибудь там стучат. Ну у меня в конце огорода стоят мишени, там где можно, у меня там конец села, все знают, мишени все прострелили. Ну и все, и никто не болит. Баба со скалкой это уже страшно, понимаешь, а тут с помповушкой выскочат. Растрепанные с ночью. Че ты, блядь? Не дай бог ты че. А еще скажешь, а у меня жена, у нее там крыша едет, она стреляет, технику безопасности соблюдает, стреляет на шорох там, особенно в темноте. Ну там, если одному другу упускаешься, я все скажу. А лучше справку от врача покажи. Сарапанное радио работает, все рассказали, был такой случай просто анекдотический. Пошли там, ну, новую мишень поставили, топор забыл. Один день постреляли, ну, это на дружбуном, но следующий день. Пошел, смотрю, топорик лежит. Ну дай до ноги, ну, тут соседка по городу смотрит и говорит. Вот ты, Володя, уже сегодня настреляешь, сукирку кидаешь. И все это там рассказал о том, естественно. Еще Володя спецназа какой-то. Голову больной там. Борода, это его первое. Да, борода, друзья все с бородой стреляют. Володенька, а где с женой познакомился? В психушке лежали вместе. После спецназа. Сразу народ отстанет. Я когда яму делал, думали, что там закапываю кого-то. Слишком много скальпов нашли у меня там. Я там все, бетон за сзади не успеваю, по ночам месяц они там, чего они там бетонируют по ночам, кого закапывают. Есть такое. Нет, он там к своему соседу, там тоже алкаш, там, ну и лазил по домам. Я купил пачку травматических патронов. И там вот так, там и написано на коробке. Стрелять в область головы, это ближе с 10 метров запрещают. Я подхожу, видишь, я говорю, это для тебя специально кунду. Тут написано, что нельзя. А вот я говорю, мозгов все равно нет, я говорю, ну в голову. Вот это он язык понял. Бог возголову отсидит. Тогда уважаю. Не, ну есть люди, которым конь в голову надел, как бы, вместо мозгов, понятно, что. Поэтому такой разговор подходит. Нужно разговаривать на том языке, на котором понимают. Главное, чтобы мысль дошла.